Привет, квадроберам. Аборты — это классно. Там используют контрацептивы. Какая фамилия у нас стоит за этим фондом? Джордж, Сорос, хеллоу. Преимущества, которые возводят тебя в ранг бога. Сколько было воин, сколько было предположений. Потом, ой, извините, мы ошиблись. Вслед за трансгендерными идеями потянулись другие трансидеи. Не было понимания, что вообще, что человека можно купить за деньги черного. Элиты, которые дрочат на эту идею, потому что они такие страдания, в говне там, все, короче, в ужасе. Родить 7, 10, 15 детей, накормить их, прийти домой, обнять мужа, детей. Так, отвали ты от меня со своими вот этими экспансиями в рот. Вот так кланяется, о, thank you so much, сэр, и прям, как бы, мне неприятно. Ты думаешь об этом, потому что белый человек, а черные об этом не думают? Опоздал, извини. Сегодня единственный раз, когда я опоздал на подкаст. Это вообще странная штука, но благодаря тому, что мы обещали нашим подписчикам, что мы сделаем с тобой второй выпуск, и мы не выполнили все еще это условие, но все равно мы его делаем, потому что тема не раскрыта. Мне, в первую очередь, очень интересно ее добить. Давай сегодня я буду больше слушать и вставлять какие-то интересные для меня инсайты. Ты передал инициативу опоздания мне, вернее, наоборот, я тебе. Приятно, что второй раз мы с тобой встречаемся, и теперь уже не просто, как потусить, а еще и обсудить что-то важное. В прошлый раз действительно не добили, но пришли запросы раскрыть глубже. Нам прямо написали, что мы не раскрыли тему. Постараемся это сделать сейчас. Давай. Отлично. Ну вот смотри, мы тогда про отношения говорили, про мужчину, женщину и так далее. Я все вел к тому, чтобы обсудить, возможно, мужчину и женщину с позицией... Мне было интересно твое восприятие, но и с позицией ожиданий с точки зрения общества. Ведь на нас это влияет. У нас есть... Вот мы когда в мир приходим, кто-то говорит, что мы чистый лист, а какие-нибудь нейролингвисты скажут, что у нас есть заложенные в нас какие-то уже паттерны. Вот. Кто-то это возводит к, может быть, юнгианским или кэмпбеловским архетипам. Бихевиористы говорят, что это просто продиктовано биологией. Я думаю, истинно где-то посередине очень много точек зрения. Вот. Кто-то говорит, что опыт реинкарнации, опыт души и так далее. Я не знаю, что из этого правда. Но даже если вот на примере животных посмотреть, мы видим проявление характера, личности. Самая главная идея, вот обычные начинают от общего и переходят, вернее, от частного и переходят к какому-то общему главному выводу. Я начну немного наоборот. Скажу, что самая главная идея, которую, наверное, я для себя выявил, то, что личная особенность перекрывает любые дальнейшие ассигнации. То есть личное качество индивидуума может перекрыть другие коллективные идентичности или групповые идентичности, такие как пол, гендер, этника, субкультура, язык, религия, политические афилиации и так далее. Вот это как бы самое интересное, что я, наверное, для… ну, или одна из самых интересных вещей, которая для себя понял, что это нам дает, когда мы сталкиваемся со сложными случаями. Я не буду говорить сейчас про гендерную дисфорию, когда мы сталкиваемся со сложными случаями, что мужчина более фемининный или там женщина более маскулинный, да, просто вот может человек в силу своей нейробиологии или какого-то там, я не знаю, опыта души, как угодно это можно трактовать. Таланта, грубо говоря. Да, предрасположенностей. Давай пример приведем. Люди материалистичные сведут это все к архитектуре мозга. Типа вот там, я не знаю, гипофиз, там, таким образом сложен, или гипоталамус, или амигдула, короче, вот в зависимости от того, как мозговые центры работают, у тебя те или иные паттерны. Склонность к агрессии, повышенная эмпатия, там, еще что-то. Вот, условно говоря, у Алла Пугачева. Так, ты очень интересный. Просто раз Тимати был, Алла Пугачева. Я просто слышу, что вот есть твое мнение, его нужно демонстрировать на банальных людям, легко... Известных примерах. Воображаемых, да, примерах. Ну, мы сейчас во вскуковскую аудиторию зашли. Алла Пугачева. Нам нужно быть ближе к молодым, кто нас смотрит. Ты даже не знаю, кого вы. Привет, зумеры и поколение альфа. Так, ну, я не знаю. Бейонсе. Моргенштерн. Нет, я имею в виду то, что, смотри, любой человек своим индивидуализмом, это когда он становится популярным, это когда он становится, там, очень богатым, это когда он становится очень, там, спортивным, олимпийский чемпион. Над собой надстраивает вот этот, как ты говоришь, общественный коллективизм. То есть ты, по сути, вот этой своей, неважно, кто ты, мужчина, женщина или еще 51 гендер, ты, выигрывая Олимпиаду, становясь миллиардером, ты как бы нивелируешь все вот эти вот... Или не нивелируешь. Наоборот, ты можешь... Знаешь, есть выражение, что деньги и власть раскроют то, кто ты на самом деле есть. Это амплификация твоей сути. То есть любой... Я бы сказал, что не только деньги и власть, а вообще leverage, типа рычаг, это преумножатель того, что у тебя... Да, мультипликатор. И вот поэтому мне было интересно, что, когда мы сказали в прошлый раз сравнить вот как бы в общественном восприятии, потому что мне кажется, что диалог в разных культурах и цивилизациях ведется немножко иначе. Вот ты сказал про экспансию в род, то есть она свойственна более традиционным культурам, потому что там программа продолжения жизни, там программа преумножения человеческого капитала, как это было там в Китае, например. В Индии у нас Индия обошла Китай по популяции. Как это в России, потому что в России демографический кризис. И вообще, что интересно, что на планете в целом... Надо вообще проверить информацию про демографический кризис. Ну, мы видим убыль населения, не считая... Вот если нету прироста иммиграционного, то по цифрам вроде как идет убыль населения. Без иммиграционного притока убыль населения чистая. Я тебе больше скажу, что несмотря на панические всякие крики о том, что у нас проблема там с overpopulation, типа перенаселением, у нас, мне кажется, что демографическая ситуация ухудшается, потому что, сюрприз, сюрприз, когда происходят переходы из аграрного общества в урбанистическое, приоритет на преумножение количества потомства сокращается, потому что там карьера, нужно познать себя, прежде чем создать семью, что-то передать. То есть у нас, как ты сказал, экспансия в род. У нас экспансия меметическая, как у Докинса, и генетическая, как у, например, Дарвина. Ну, как бы, не только у Дарвина, но вообще, ты понял, о чем я говорю. И я вот думал, что было бы круто сравнить. Значит, у нас Россия, грубо говоря, традиционный подход, скрепы, духовность. В большинстве своем. В большинстве своем, потому что здесь тоже есть разные анклавы, когорты, группы, субкультуры и так далее. Но на Западе немножко иначе. Индивидуализм. Индивидуализм и, может быть, отголоски постмодерна. Вот, я не специалист по постмодерну, но мне кажется, вот у меня недавно была дискуссия, нахрена он нам нужен вообще? Кто? Постмодерн. Я бы хотел послушать умных людей. Я ни в коем случае не претендую. Дисклеймер, это моя спекуляция. Мне кажется, что в 60-е годы умные дядьки осознали, или даже раньше, поскольку все обычная повестка планируется за 30 лет заранее, а потом они такие, ну, давайте бахнем. Они поняли, что модерн, проекты развития цивилизации или там разных культур, стран и так далее, нужно сворачивать, почему, не знаю. Кто-то говорит, что, как в прошлый раз я сказал, мальтузианские капиталисты испугались, что у нас будет переизбыток потребления ресурсов Земли, и всем наступит капец, да. Но мне кажется, что-то еще есть. Можно? Сейчас я быстро закончу, что проект модерн свернули, и мы это видим, как ты хочешь, вот на примере, у нас Иран стал архаичным, вообще весь Ближний и Средний Восток, который начал развиваться, там появились демократические процессы, государства, идеи, они, наоборот, ушли в архаизацию, причем такую архаизацию достаточно жесткую. Произошел слом искусственный извне, у них вроде как, им говорили, давайте, ребята, развивайтесь, потому что вы там убиваете друг друга, или вы варвары, хотя, извините меня, там, восточные цивилизации, это, они были кладезью всего того, что потом назвали колыбелью западной цивилизации, да, иудео. Крэйрл, да. Крэйрл, который нам посоветовал гид, ресторан назывался Exactly Relax, you're exactly where you're meant to be, и в меню, когда ты открываешь, там было написано Relax, you're exactly where you're supposed to be. Я заморочился, потому что meant to be, это суждено быть, а сапост to be, это положено быть. Я думаю, интересно, что заложил оунер этого ресторана в эту разницу, потому что она, ну, типа, не очевидна. Нас обслуживала африканская женщина, темного цвета кожи. Ну, из моей предыдущего бэкграунда, я даже не задумываясь, она идеально говорит на английском. Подхожу к ней и говорю, вот этот вопрос, почему у вас в названии так, а в меню так? Она меня смотрит, хлопает глазами, типа, что за проблемы? Иди вон, спроси, to white person, у белого человека, это говорит африканка. Я просто, бро, представил, это невозможно в Америке. В Америке это просто невозможно, это был бы яркий пример расизма, антирасизма, потому что это другой человек говорит. Но вопрос в том, что она никакую даже негативную коннотацию в это не заложила. Для нее это настолько очевидно, что это за вопросы, это вы белые задаетесь этими вопросами. У нас, у африканцев, или у черных, можно сказать, другие проблемы. Я слышал это от своего друга Латиноса, что они просто говорят, они называют вещи, как есть. А зачем это лицемерие? Человек толстый, они просто называют людей по их ярко выраженным признакам. Вот он белый, или он там оранжевый, или он высокий там. Так вопрос в том, что она говорит, я даже не буду задумываться над этим. Вот есть белый человек, наверное, она думает над этими проблемами. Иди спроси у нее. Чувак, не трать свое время. Я думаю, что ты хорошим вопросом задался. Из моего понимания, meant to be и supposed to be, разница в том, что supposed to be – это из облака потенциалов. То есть, если смотреть на вещи, что есть многомерность потенциальных возможностей, типа вот supposed to be, да, то есть у тебя много разных вариантов. А meant to be – это больше про предназначение. Суждено судьба, какой-то мактуб, цепочка, да, череда событий. Вопрос в другом, что мы с тобой над этими вопросами думаем. А вот есть страны, типа Африки, вот конкретно ЮАР, конкретно город Херманус, рядом с Кейптауном, где сама, сам смысл того, на чем мы думаем, он вообще отсутствует. Там родить 7, 10, 15 детей, накормить их, прийти домой, обнять мужа, детей – вот это постфактум номер один. Сейчас какой-нибудь политический демагог, если ты был бы в дебатах, он у тебя прижал и сказал, то есть ты хочешь сказать, что ты думаешь об этом, потому что белый человек, а черные об этом не думают? Нет, но это я понимаю, потому что, во-первых, мы не в Америке, в Америке бы на это сделали акцент. В Африке настолько чил, вот у меня после этого начал мозг как бы соображать, и я такой думаю, вот первые конкистадоры, колонизаторы, которые приехали, кстати, и в Америку, в Нью-Йорк, и примерно Нью-Йорк и Кейптаун, 20 лет разница, 1612-1630-е годы, поправьте, если я не прав. Когда они приехали на этот континент, будучи честным, мы должны признать, что у них никакого не было в голове желания, чтобы дать образование, цивилизацию, технический прогресс вот этим народам. У них были эгоцентрические потребности, это факт. И вот смотри, кстати, европейцы вот эту колониальную зависимость настолько раскачали, что я сейчас, вот прошло 400 лет, когда уже отмена рабовладельческого строя произошла. Уже как бы все-все понимают, что это из жидкого общества. Но до сих пор, когда я в отеле, меня обслуживает африканка, я ей даю 10 ар, это 50 рублей, ну, чай кэшем. Она вот так кланяется, о, thank you so much, sir. И прям как бы мне неприятно, мне неприятно это видеть. И я думаю, что люди, которые не заинтересованы в том, что давать образование, развитие, поддерживают этот баланс. То, что вот ты в этом обществе живешь, тебе не выгодно, чтобы другое население, которое ниже тебя классом, вот как ты говоришь, leverage, они, если будут уравниваться, ты не будешь в выгодном, вот сейчас ты в выгодном положении. И я начал задумываться, почему вот так вот все, почему страны третьего мира максимально долго, Индия максимально долго пребывает в этом низком положении развития. Сейчас мы сделаем удивительный поворот и финт ушами. Готов? Это такое эквалибрическое па будет у нас. Возможно ли тогда, что идея деконструкции человека или переосмысления его идентичностей — это колонизация новой эры? То есть идея трансгуманизма — это колонизация новой эры, где технократы решили деконструировать человеческую личность, введя понятия и смуту в умы людей касательно своей идентичности, чтобы они вновь были запутаны и, а, не размножались, тем самым делать разрушение института семьи, да? То есть у тебя из разных пушек стреляют. Первое — это удовольствие. YOLO. You only live once, you need to maximize your pleasure. То есть гедонизм максимальный, ты наслаждаешься тем, что кайфуешь. И тогда тебе не до продолжения каких-то, ты не хочешь брать ответственность. У тебя, тебе дофаминовые твои вот эти паттерны, у тебя цепочка настолько короткая, ты привык получать здесь сейчас, что какое-то долгосрочное планирование, по иронии, кстати, институт планирования семьи — это институт, где раздают презервативы и учат о том, что не нужно, в принципе, вам, наверное, создавать семью. Но хотя есть и полезные вещи там тоже. То есть каждый, наверное, найдет что-то свое, но, опять-таки, я много очень отвлекаюсь, но интересная ремарка. Я когда смотрел, кто же занимается, вот звучит классно, институт планирования семьи. Но там прямо как в Орвеловском министерстве правды, институт планирования семьи больше про вот такие вот мероприятия. Министерство правды из Джордж Орелл «1984» — это оппозит, наоборот, карикатура на то, что существует типа лжеправда, и все в это верят и поклоняются, и все все понимают. Ну да, типа такой, как это, оксимарон, да, то есть когда туда вложено понятие, которое создает ситуативную иронию. Вот, то есть у тебя противоположности, у тебя заложена противоположная идея, у тебя министерство правды, где все лгут, и правда тщательно скрывается. Здесь тоже институт планирования семьи, где эти драг-квины, например, рассказывают детям про то, как классно быть драг-квином. Переведи. Драг-квины — это субкультура, где мужчины наряжаются в женские наряды, и там очень преувеличено, то есть я забыл слово, гиперболизированная такая... Powerist mate. Я забыл слово. Ну, короче, вот у нас есть половой диморфизм, у нас половые признаки, вот. Слово прикинь, такое забыл, словосочетание. Короче, да, они ярко выражают половые признаки, женские, и это игра. Я считаю, что в этом ничего плохого нет, как бы драг классно, но это для взрослых развлечений, это можно, наверное, вообще увести корнями в греческий театр какой-нибудь, где мужчины играли роль женщин. Не думаю, что это плохо, да. У меня знаешь какой интересный вопрос, вот помимо вот этой твоей ремарки, вот ты говоришь, что они приходят и дают такие уроки в школе, да. То есть вот мне непонятно в этой ситуации, где предел, когда вот, допустим, если я, допустим, приезжаю во Владикавказ, и мне говорят, сейчас доскажу, то что, Макс, шорты ниже колена, окей. Вот ниже колена, то есть, чтобы я понимал, что уже выше колена или трусы, или стринги, это не окей. То есть у меня есть какой-то в голове лимит. Где тут лимит, когда я слышу, что в 11 классе, ну как бы окей, это уже взрослая личность. Восьмой класс, это не окей. Пятый класс, третий класс. Может быть, в детский садик уже будет приходить, когда уже в 5 лет людям вот эти drug game навязывают. Сейчас отвечу. Это очень интересный вопрос, и там очень много тем, в которые мы можем уйти. Но вот про институт планирования семьи я пока не буду давать этическую оценку. Просто скажу, что вот такое есть, и в этом существует ирония, потому что это институт планирования семьи, где, по сути, протекают процессы, где всячески тебе говорят, аборты – это классно. Там используют контрацептивы, что, опять-таки, правильные аборты и правильные контрацептивы, понимание того, для чего это нужно и как это использовать, я считаю, необходимым. Вообще, половое воспитание, секс-стадис – очень важная тема. И, кстати, я целый курс прошел по секс-стадис. Потом вкратце тоже расскажу, чем это было максимально полезно. У меня просто мозг взорвался от того, насколько это круто. Но вот что я хотел сказать про вот это plant-parent food, типа планирование семьи, то, что это спонсируется фондом Open Society. Открытое общество. Открытое общество. А какая фамилия у нас стоит за этим фондом? Джордж Сорос, hello. Но он еще живой. Он, по-моему, уже умер. Да? Да. Нет, он… Окей. Недавно умер, по-моему, Джордж Сорос. Но я могу ошибаться. Нашимевшая личность, которая спонсирует или спонсировал очень многие проекты. У него есть своя утопическая, на мой взгляд, точка зрения на видение на этот мир. Но из-за того, что у него есть большой капитал и последователи, он многое воплотил из своих видений. Утопическое, но личность очень противоречивая, потому что это еврей, по-моему, откуда он был? Не хорватский, я забыл. Венгерский, по-моему, еврей, если я не ошибаюсь. И когда была Вторая мировая война, он помогал продавать вещи, снятые с еврейских заключенных, которые нацисты, короче, вели в газовые камеры. Вот такой чувак. То есть, как бы, у него принципы морали, они второстепенны. Знаешь, есть такая интересная очень иллюстрация. Бафомета, по-моему. As above as below. Так, как снизу, так и сверху. Да, типа вот она, очень многие по-разному её трактуют, но мне кажется, она про то, что всё как будто бы, с одной стороны, является подобием другого, и ещё и градиентом, таким спектром добра и зла, но как будто бы это ещё и так же понимание того, что нету плохого и хорошего. Что всё может быть... As above as below. Сейчас вот прям к твоему умозаключению добавлю мысль, к которой я пришёл после вот этого разговора в Кейптауне. Я почему-то подумал, что конкистадоры, завоеватели, европейцы, в первых, это производная эволюции. Эволюция всегда стремится к лучшему, к передаче лучшей ДНК, лучшему интеллекту в следующее поколение. Если бы не пришли европейцы, пришли бы более сильные племена, африканские, зулусы, к примеру, и так далее, и всё равно поработили бы менее слабые. И вот этот в итоге прогресс, который европейцы туда принесли, явился ли он, ну, сеял ли он благо для местных жителей, или всё-таки он повлиял к ещё более ухудшению ситуации в стране. Вот, наверное, более правильно сказать, что это и есть градиент между as above as below, потому что мы не знаем, а эволюция, вот эта мощная машина, которая просто размалывает вот за 100 лет, сколько было войн, сколько было предположений, потом, ой, извините, мы ошиблись, ой, люди погибают, войны случаются. Но вот эволюционная машина, она просто делает своё дело. С течением времени самые сильные идут вперёд. Самые сильные, независимые, это зулусы, европейцы, американцы, другие нации, выводят своё поколение в сильные. И поэтому вот важно, женщины и мужчины, мне кажется, возвращаясь к этой теме, они на подсознании ищут самое сильное продолжение для своего рода. Когда-то это была сила грубая, мужская, до этого матриархат – это была какая-то женская мягкая сила. Сейчас мы приходим в ту часть нашего мира, где смешанные эти, где-то, допустим, до сих пор в Африке существует тот же… Я думаю, матриархат бывает жёстким, во-первых. То есть там во времена какого-нибудь плаистоцена, то есть он был… Сори, не плаистоцена, а палеолита. У нас же там неолит, палеолит. То есть во времена палеолита, когда, как считается вроде, и поправьте меня антропологи, или закидайте камнями, вот, но только если это камни обработанные. Там должна быть такая тема – лидерство. И лидерство невозможно без силы. Без какой вопрос? Силы упорядочивающей, силы судьи. Как у тебя есть God the Judge. У тебя есть всепрощающий бог, а у тебя есть бог-судья. И там должен быть бог-судья, который является главой либо матриархального, либо патриархального общества, который может дать пиздюлей, если надо. То есть добро с кулаками. Единственное, что сложно в матриархате, конечно же, и почему матриархат часто вот он зиждется на физиологии. Чтобы добро было с кулаками, надо, чтобы эти кулаки были функционирующие. А у нас биология мужская и женская такая, что женщине тяжело вломить по шее мужчине, понимаешь? Поэтому патриархат, соответственно. Или вот у нас есть общество, где матриархат, но там очень интересная динамика. То есть там идет, как вот у муравьев, там есть муравьи-солдаты и есть вот эта матка-королева. То есть муравьи-солдаты сильнее, но там какой-то майнд-контрол идет, понимаешь? То есть они как бы впрягаются на нее. Но я хотел ступенчато перейти, потому что мы сказали про институт семьи Джорджа Сороса, потом про мораль, которая не так вроде бы однозначно. Получается так, что у нас есть личности в истории. Кто-то, кто говорит о теории элит, говорит, что там есть биологические процессы, есть какие-то естественные исторические процессы, есть люди такие, как Циолковский, Чижевский, Вернацкий, целая серия людей, которые говорят о том, что, сори, не Циолковский, а другой. Циолковский не говорил о биологических цифрах. Циолковский он направил в космос. Да, просто у него есть замечательная книга «Космическая философия», очень интересная. Он тоже говорит о глобальных процессах. Я забыл, кто говорит... Кондратьев, вот, сори. Он говорит об экономических циклах. И вот, казалось бы, у нас есть люди, которые говорят о естественных каких-то биологических циклах, как вот «Солнечная активность» Чижевского или «Пассионарий» Гумилёва. А кто-то говорит, что история построена на личностях, она построена на таких, как Джордж Сорос, которые вот у «Пассионария» Гумилёва, кстати, тоже связаны, но он объясняет это биологией. Которые вот историю переначивают. Или там они являются ключевыми фигурантами вот этих бифрукационных точек, смены парадигмы и так далее. Там Тесла, какой-нибудь... Илон Маск, ты имеешь в виду? Илон Маск для меня больше предприниматель. Он, я не знаю, может быть, это непопулярное мнение. Я не считаю, что он... Я не ставлю равно между ним и Тесла. Он ничего не придумал. Илон Маск – это опытный менеджер. Классный менеджер и человек, который правильно ставит там... Ну, то есть с точки зрения... Он правильно управляет теми задачами, которые дает государство. Я бы так сказал. Ну, я имею в виду больше даже с маркетинговой точки зрения как бы хорошо позиционирует себя или нашел людей, которые правильно трактуют, транслируют его бренд. А ты знаешь, что я вот... Сейчас, подожди. По поводу идеи того, что я хотел сказать, что у нас есть вот такие личности, которые не брезгуют делать какие-то радикальные вещи, как обвал банка, британского банка Джорджа Сороса. Я не помню, в каком году. Нет, он обвалил банк, короче, и заработал на это много денег. И теперь получается, что такие люди стоят у руля в разных странах, повестки. И пока мы думаем, как бы нам там сделать так, чтобы мы были счастливы, эти люди, может быть, не совсем думают о счастье. И, соответственно, мы должны с grain of salt, с долей осторожности, короче. Я сегодня очень плохо помню слова, потому что я не выспался, но не суть. Мы должны очень осторожно любую повестку изучать и применять на себя. И поэтому, когда мы говорим о разнице в интерпретации того, что есть мужское и женское, мы должны понимать, что это за конструкты. И вот тут мы обратимся к определениям, до которых мы все уже наконец-то дошли. У нас есть биологические определения. Это секс в английском языке. Или биологический пол. Нет, нет. Не гендер. Не гендер. Гендер, это мы сейчас придем. Это пол в русском языке, секс в английском. Вот. И гендер. Это уже... Восприятие себя. Да, это выражение пола в социуме. Или как бы в личном диалоге с самим собой, если так тоже можно. Я так себя идентифицирую. Я себя идентифицирую, я себя так проецирую, я себя так ощущаю. А можно небольшая смешная вставочка? Ты видел ролик, когда заходит афроамериканец в Банк оф Америка, садится, перед ним такой менеджер, и он говорит, я хочу себе самую большую там ипотеку в доме. Он смотрит, давайте пробьем ваш кредитскор. Он такой, нет, у вас кредитскор 560. Такой, не-не-не-не, я себя идентифицирую, как белый мужчина, миллиардер с рейтингом 800. Я так себя идентифицирую. Очень интересная ремарка, потому что, да, вслед за трансгендерными идеями потянулись другие трансидеи. И вот как я высказал до этого, процесс переосмысления, как мне кажется, постмодернистами вообще всего, языка, социальных конструктов, связан именно с этим, что мы вообще есть такое, что такое наша идентичность в целом. И отсюда и потянулись другие виды транс и другие виды переосмысления идентичности. То есть я себя ощущаю как человек там более возрастной. Мне, например, 77. Я встаю со стула, у меня иногда темнеет в глазах. Может быть, я трансэйджист. Да, понимаешь? То есть я возрастной транс. Или, как ты сказал в этой шутке, трансрэйшил, типа, то есть у меня переход в другую расу, если мне нужно показать карточку жертвы, victimhood card, типа. Я не black anymore, я white. Да, я хочу стать частью программы affirmative action и получить, например, грант за то, что я коренной житель Северной Америки. Или я внезапно индейец, может быть. Мне более выгодно идентифицировать себя так. Конечно. То есть здесь начинается игра, и эта игра в конечном итоге, моя спекуляция, не говорю, что так происходит, мне кажется, нас подведет к тому, что мы, кстати, Циолковский об этом писал, очень странный, за ворот Циолковский писал о том, что если мы хотим покорить межзвездные пространства, мы должны допустить, что идея человеческой формы, такая, какой мы ее воспринимаем, может быть вообще перевернута с ног на голову. И здесь очень интересная идея парадокса корабля Тесея. То есть кто мы вообще нахрен такие? Получается, что... Поясни. Поясню, сейчас поясню. Корабля Тесея, да. И про парадокс корабля Тесея скажу, и про трансгуманизм. То есть чтобы покорить межзвездные пространства, мы должны измениться как вид. То есть мы очень недолговечны. То есть, возможно, мы должны быть на цифровом носителе. Hello. Типа... Искусственный отсылок. Да, да, да. Может быть, это должен быть симбиоз органики и кибернетики. Cyborg. Да. Может быть, это какая-то вообще новая форма жизни. Например, мы карбоновая форма жизни, а мы будем цинковой формой жизни, которая способна выдерживать космическую радиацию, долгие путешествия без еды, воды и прочей фигни. То есть то, что на планете Земля является, может быть, вредоносным для нашей структуры. То, что является на планете Земля в 2024 году человеком, может совершенно таковым не стать в 2725, например. И вот эта идея, о которой говорил Циволковский, и как мне кажется, это идея, которая подводит нас постмодернисты, и как мне кажется, это идея, которая нас подводит всякие эти элиты, которые дрочат на эту идею, потому что они такие, ни хрена себе, а мы хотим попробовать. То есть они как будто про это знают, и поэтому они заигрывают с этими смыслами деконструкции человеческой идентичности, чтобы нам было легче отказаться от того, что мы можем быть женщиной, мужчиной, каким-нибудь гибридом, там, собаки и копибары, понимаешь? Тут, по сути, если воспринимать это все за действительно реальность, у них абсолютно отсутствуют какие-то моральные критерии, что есть хорошо, что плохо, потому что решать, что... В абсолюте вселенной это не имеет значения. Вау, это очень крутая мысль. Мне так кажется... Возведи эту мысль степень бесконечности, и это ничто. Но это спекуляция. Я просто спекулирую, исходя из защищения того, что я вот наблюдаю эти разные процессы, и мне это безумно интересно. И как будто вот они подводят к этому мягко, то есть сначала была какая? Религия. А ты уверен, что ты веришь в Бога? А ты уверен, что ты там христианин или мусульманин или еще что-то? А какая у тебя политическая аффилиация? А может поменяешься? То есть как бы чтобы нам было легче делать перемены. А сегодня у меня такой цвет волос, а завтра я вообще там квакозябра какая-нибудь. И что интересно, сейчас быстренько скажу такую ремарочку. Смотри, как прикольно. Может, это вообще не они придумали? Вернее, это вообще не они придумали. Это природа так придумала. Эволюционное состояние. А, вот ты сказал это ключевое слово. Смотри, у нас есть эволюция. Что потом сделали люди? Что подарила нам природа? Мозг, да? А мозг такой, а давай мы возьмем каких-нибудь коров, например, быков, да, туров. И, короче, их одомашним. Вот. И у нас получатся другие коровы. А еще мы хотим больших коров. Мы хотим там, я не знаю, маленьких лошадей хотим. Пони. Ну, зебру мы не одомашнили, потому что у них темперамент очень жесткий, и они кусают, собаки. И ты не можешь на ней скакать. У нее очень слабо позвоночник. В том числе, да. Хотя я не скакал на зебре. Но вот мы взяли и придумали новый вид изменений гена. Более быстрый, чем эволюция. Это лучше всего видно на кошках и собаках. Что это, как это называется? Селекция. Да? Отбор некий. Да, то есть, как бы, у нас потом селекция, а потом, если я не ошибаюсь, в 19 веке у нас появилась новая фишка – генетика. То есть, генетика еще быстрее. Понимаешь, у нас сужение времени идет за каждую. Раньше тебе нужно было ждать, соединив один вид собаки с другим видом собаки, пока вырастет что-то среднее между. А теперь ты можешь просто на уровне генов добавлять. И там, когда тебе надо будет селекцию из шести разных видов в один превратить, ты можешь сразу шесть генов раз в один, и не надо ждать три потомства. Hello – появился новый вид, да. А теперь мы такие, а у нас вообще-то еще на подходе AI, и AI, и как бы вот эта синергия получается, или там мы смешаемся с машиной, и тогда индекс изменений или критерий преображения будет настолько высокий за бесконечно малую единицу времени. То есть, она будет сужаться, сужаться, сужаться. А если мы говорим о пространстве идей или образов, как, например, метавселенная или VR, там мы вообще можем быть кем угодно. То есть, если мы говорим… Аватар, грубо говоря. Да, аватар. Ты сидишь, и у тебя подключены импульсы, и вот сейчас тебе ремарочку еще. Когда тебе имплант искусственного интеллекта вставляют поврежденный позвоночник, у тебя импульсы от головного мозга могут идти без вот этого, если ты сломал позвоночник, сломанного ячейки. И, по сути, ты начинаешь заново пропускать через искусственный интеллект уже синергия, вот эти импульсы. И плюсом тебе туда закачивают язык, как одни из преимуществ. Ты можешь выучить все языки мира. У меня была мечта на шести языках говорить. Привет, матрица. Ну вот и представь, что я просто закачаю себе там африканский язык, французский язык, и мне не нужно будет тратить время. Африканский какой? Сейчас африканс тебя спросит. Какой ты хочешь? Суахили, африканс? У них там есть язык жестов, у них официальный язык жестов, к примеру. Один из двенадцати. Я знаю, что двенадцать их конкретно. В Южноафрике? В ЮАР, да. И суть в том, что это как преимущество, которое возводит тебя в ранг бога. Ну, в плане, какой из людей, это вот, условно говоря, раньше король девятнадцатого века не мог из России приплыть в Америку, потом в Африку. Сейчас это может любой человек, вообще любой. Что африканец, что россиянец, что американец. То есть, неважно от его градации и богатства. Дальше. Раньше языки могли выучить, ну, реально, только королевские семьи, там, французский, английский, испанский, три-четыре языка. Сейчас уже много больше. Но что такое, когда любой человек может сто языков знать? И это будет в течение, там, одного дня загрузки. Вот, да, нейромедиаторы очень крутая вещь. Вот представь теперь, насколько изменится наше восприятие того, что есть человек, оно уже меняется. Исходя из, как я в прошлый раз сказал, убыстряющегося технического прогресса, которому мы, к сожалению, не подготовлены, потому что, чтобы философия и культура, они осмыслили это все, хотя кто-то говорит, что философия, она изначально создает эти идеи, которые потом переходят в фундаментальную науку, которые потом переходят в прикладную науку, которые потом переходят в технологию, и потом в consumer product, типа потребительский, конечный продукт, короче. Я с этим согласен, но считаю, что это такой взаимос... как это? Self-eating, как херобора. Но который сам себя поедает. Да, да, да. То есть как бы это такой порочный круг, с одной стороны, но с другой стороны, в обществе изменения, вот парадигмы, смены парадигмы, они для сознания гораздо более являются долгими процессами, и это у нас еще не произошло. И вот я считаю, что сейчас то, что происходит на Западе, это вот заигрывание вот с этими всякими штуками, потому что ты помнишь, да, на презентации фейсбука, эти аватары, они были вообще совершенно разные. Ты можешь быть роботом, чебурашкой, там, кем хочешь. Да, привет квадроберам. Ладно, про квадроберов потом поговорим, если получится. Вот, и теперь у нас получается, что у нас гендер, да, который на самом деле про то, про самоощущение. И помимо гендера есть твой sexual desire, твой sexual orientation, типа, сексуальная преференция, кто тебе нравится. Типа, с кем бы ты хотел тыры-пыры, чики-пуки, или продолжить род, если это как бы тебе нравится такая идея. Ну, тут же вот сейчас ты, давай разделять, потому что вот сексуальное желание, мы разделили. Сексуальное желание — это животная потребность каждого человека в зависимости от его воли дать себе на это разрешение. Животное или фантазийное? Условно говоря, то, что в него заложено. Это может быть фантазия. Да. Это может быть, ну вот, похоть. Вот есть такое слово last, да, на английском? Да, похоть, отлично. В африканском языке я вот был на винодельни, last. Чем ты там занимался, друг? Очень разными вещами. И смотри, суть в том, что когда ты уже хочешь детей, это обоюдное, если это обоюдное желание обоих людей, это уже далеко не импульс страсти и импульс любви, занятия этими вещами. Это уже просто разумная ответственность, разумная, и если это планированная, запланированная заранее история, которая в 5-10 лет долгосрок видится мне и моему партнеру, то это, по сути, ну, совершенно уже отказ от гидонистического проживания этих 50 лет. Не обязательно. Ты можешь взять суррогатную маму, ты можешь сказать, так, у меня будет суррогатная мама. Если суррогатную маму, у меня нет желания к ней. Ну, от sexual desire. Да не надо к ней sexual desire. Ты желаешь человеку... А я тебе говорю про то, что ты вначале сказал, что если между партнерами, неважно каких гендеров или идентификации, есть взаимное желание, то это, вот я тебе говорю, не есть то, что у них желание продолжать в экспансию рода. Я докопался чисто до части, где ты превратил это в страдание на 50 лет. Я сказал, что не обязательно, потому что ты можешь хотеть там свою женщину, а она рожать не хочет, такая, так, отвали ты от меня со своими вот этими экспансиями в рот. Сейчас мы суррогатную мамочку найдем, она там пусть себе все рвет, зашивает. Я носить это чадо 9 месяцев не буду, понимаешь? И вот она, значит, такая, вот тебе суррогатная мама, у нас будет филиппинская няня, вот, готовить ужин, будет тебе какая-нибудь испанская ава-мария. Понимаешь? Грася, Сонега. Да надо. Вот такая у тебя появится интересная семья, а вы будете с ней не там потеть и вскакивать среди там 3 утра от крика младенца, а кайфовать, путешествовать, вот, пока ребенком занимаются робо-няня. Потом, когда ребенок взрослеет, он уже воспринимает, идентифицирует себя как кто. Он о своем отце узнает в подкасте просто, в телефоне. Поставь себе напоминание через 9 лет, просидит бутильник, посмотри этот подкаст. Он тогда уже будет подключен, я думаю, к VR-пространству, да, и там уже будут другие потребности. Вот, короче, вроде как с определениями мы разобрались на уровне того, вернее, мы разобрались с тем, какие уровни определений есть мужчины и женщины. Теперь на Западе, я считаю, что вот идет переосмысление того, этой идеи, потому что, важно сказать, почему, потому что у нас были опрессированные классы, вот есть понятие интерсекциональности в западной философии или гуманитарных науках, да, интерсекциональность, это что? Это шкала опрессенности, шкала подавления групп определенных обществ, исходя из того, где человек, да, находится в своем физиологическом состоянии. Назовай вещь своими именами. Я сейчас определение просто дам. Высокопарными вещами. Не, не, не высокопарными, просто определение даю, что типа, вот у нас, а что такое опрессионные классы? Это маргиналы, да, это люди, которые, родившись в определенном теле, по какой-то причине общество их чмырило. Чмырило, например, человек, родившийся с инвалидностью, это уже опрессированный, то есть он маргинализирован, потому что у него есть disability, да, инвалидность какая-то, может быть, физиологическая инвалидность. Он не способен конкурировать в естественной среде. может быть, ментальная. В силу исторических процессов, там, социальных процессов, у нас опрессионным классом в течение 400 лет считались черные люди, black people, да. Ну вот, давай я тебе скажу мысль, что вот буквально 40 лет назад Мухаммед Али, выиграв золотую медаль, приехав, да, в Америку, его не пустили в бар с белыми пить. И он пошел выкинул эту медаль, показав тем самым, тоже вот как отсыл к Соросу, да, что, ну, непонятно для него. Или Манделла, который 27 лет в Африке, в ЮАР, отсидел за свои убеждения 27 лет, из которых 18 лет он сидел на острове в одиночной камере. И когда он вышел в 92-м, 91-м году, он стал президентом ЮАР на 5 лет, отсидел 27 лет. И тут вопрос, отойди я на своем пути. Каждый человек видит свой путь, и не важно, какие внешние воздействия на него будут накладывать, рамки, ограничения, это женщина, мужчина и так далее. Важно сказать, что мы знаем эти истории, в том числе и благодаря тому, что в течение огромного количества времени люди, истории, которых мы не знаем, страдали. И это, знаешь, есть такое выражение в английском, we're standing on shoulders of giants, мы стоим на плечах великанов, да, гигантов. И здесь получается, что вот интересно, как происходит детяжмент, отсоединение от культуры, то есть, вот я, кстати, в России заметил, что там черная культура воспринимается как какое-то отребье, типа ой, фу, какой-то низкосортный отстой. Хотя... Африканцы? В России черная культура воспринимается как низкосортная штука. Что такое черная культура? Ну, какой-нибудь рэп, например, там, я не знаю, или мода и так далее. есть такое очень, как сказать, мнение общественное. Типа, когда джинсы сильно снижены, ты имеешь в виду... можно и так сказать, да, но я говорю про музыку, это происходит от недопонимания, в общем, всего этого, но не суть. Я хотел сказать, что все вот эти процессы борьбы за гражданские права известными людьми, они стали возможны, потому что происходила борьба людей неизвестных за очень важные базовые вещи. И что вот в России, и многие люди даже на Западе не понимают, когда говорят, а что это черные, они там что-то выпендриваются, типа, жертвы какие-то, постоянно себя жертву, строят, давайте соберитесь. Давай, интересно. Прикол в том, что вы сравниваете, вы говорите, вот я там в бедности вырос, я не знаю, я могу вот это, могу вот то. 400 лет это не одно поколение. Я сейчас тебе... Сейчас, 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 сейчас накидай. Очень интересно, Масуль, я сейчас... 400 лет это не одно поколение, и даже когда мы говорим о иммигрантах, которые приехали в страну, у них них хрена не было, они там собрали себя, неважно, какие иммигранты, или даже, нет, наоборот важно, индусы, там, китайцы и так далее. О чем мы говорим? Мы сравниваем яблоки и апельсины. Их можно сравнить, но нужно делать поправку на то, что общество вот это афро-африканцев, ставших афро-американцами, лишенных всех прав, которые были рабами, которые были привезены на кораблях, рабы — это люди без социальных страхов. Без общественных классов. У них есть только один класс — рабы. Они не выросли, где их папа или какой-то там дальний родственник, или кто-то, кто похож на них, может стать врачом, инженером, архитектором. Этого не было. Нет понимания того, что в обществе есть социальный лифт. Единственный социальный лифт — это house эн ворд и филд эн ворд. Что я имею в виду? Полевой человек, который в поле там, или там сахарный тростник рубит. Или прислуживает дома. Можно ты, как русский человек, как говорящий на русском, как хранитель ментального наследия и ДНК, сейчас поймешь основную разницу. Все, что ты сказал, абсолютно согласен. Но коннотация того, кому ты это приписываешь, смотри, Россия, как вот территория, она не завоевывала и не использовала рабов. Я не приписываю России. Смотри, я имею в виду то, что почему-то европейские, Голландия, Португалия, почему-то конкистадоры из этих стран считали нормальным покупать у тех же африканцев, африканцы сами продавали своих рабов, и что человек имеет ценность, и что его можно покупать и держать 400 лет рабами. В России не было этого на ментальном уровне. У нас 400 лет не было понимания, что вообще, что человека можно купить за деньги, черного, африканца, и... Своего можно было купить за деньги. Да, холопы были свои. И в этом и разница, что ментальность такова, что 400 лет вот этого рабовладельческого строя в европейской культуре было это окей. Окей, почему? Потому что у них вот это заложено, и они могут там разбираться. Человек, у которого в России 400 лет этого не было, я думаю, он имеет полное моральное право вообще не соглашаться с Black Lives Matter и так далее. Потому что у него ядро другое, вся подноготная тех доводов и твоих доводов это разные вещи. Я считаю, что соглашаться или не соглашаться это свобода любого человека. Абсолютно. Ты можешь сказать, что я не верю, что солнце светит или вообще существует. Ты сам выбираешь, а я сейчас скажу. Ты думал, что в России не было рабства африканского, а в Европе и в Америке колонии были. Ты можешь сказать, например, что я не считаю, что там что-то происходит, что на самом деле происходит, но это твой выбор признания или непризнания в фактологии. А фактология у нас налицо. То есть мы говорим не о том, что должны ли россияне испытывать чувство вины за рабовладельческий строй. Если мы этого не делали, если 400 лет не было этого действия вообще. Мы говорим немножко о разных вещах. Почему? Испытывать чувство вины за деяния других людей это один момент. А признавать процессы социальные, демографические, культурные и так далее это другой момент. Я полностью признаю. Мы должны признать и это признание дает нам понимание определенных социальных динамик. А по поводу того, что ты сказал, очень классно. Есть такое выражение sadistic west and masochistic east. То есть садистический или садистский запад и мазохистский восток. Что оно означает? Что на востоке мы видим пожирание своего народа. Да. Часто. Страдания в говне там все, короче, в ужасе. Это крепостные в России, это Китай, который... То есть человек как ресурс обесценивается. Обесценивается. Мы говорим про коммунистический Китай, который уничтожил там миллионы людей. Там 20 миллионов, по-моему, при Мао Цзэду не говорят, что уничтожили. При Сталине не говорят, что вот там архипелаг ГУЛАГ, привет, короче, там всякие ссылки и так далее. Мы забываем, что до коммунистического Китая у нас были в Китае гражданские войны, каждый из которых уносило по 11-15 миллионов человек. Каждый из них. А там их было за 19 век овер до хрена. Тогда смотри, очень сильная мысль на подумать на конец этого выпуска. Я... Очень мне она понравилась. Вот мне кажется, as below as above и вот этот градиент между как внизу, так вверху, вот где-то и есть истина и каждый человек в силу своего сознания лавирует между вот этими двумя гранями. Дисклеймер, мы не сатанисты и даже не масоны. Благодарю за то, что ты пришел. Очень рада тебя слышать. Спасибо. Ставьте больше комментариев, пишите вопросы, на которые мы бы хотели продолжить в следующих выпусках А мы продолжаем? А я очень хочу... Очень шикарно. Если вы да, ставьте плюсик и пишите, на какие темы обсудить. Пока. Пока.